Добрый день! На связи Эм Кавацкий. Сегодня мы продолжим с вами проходить игру «Путь к успеху». Это четвертая часть прохождения и сегодня нам надо постараться сделать здесь как можно больше. Поэтому если что-то не сделали, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите уведомления, ну и конечно же приятного просмотра, не забывайте писать комментарии. В описании ссылочка на предыдущие части, которые вам крайне советую посмотреть до или после просмотра сегодняшней серии. Я думаю мы сегодня начнем с того, что у меня накопилось много денег, почти 6 тысяч, давайте скупим всю одежду, это требуется для ачивки, плюс интересно тоже посмотреть, что тут у нас есть. Есть шляпа в китайском стиле? Блин, ну как-то слишком уж стереотипно, хотя даже наверное давайте не будем сильно заморачиваться над всякими кастомизациями, возьмем все как есть, ну просто чтобы было, типа мы это купили. Спортивная майка, прикольно, спортивные брюки, о все, можно теперь в спортзал записаться, а тут у нас идет сабо, вот таких у нас не было, 820 за такой комплект одежды, офигеть. О, шляпа-цилиндр, ну это я конечно кастомизирую, это должно быть в наш стиль, черный, да, только носится он как-то неправильно, неровно, но что поделаешь, мне в любом случае нравится. Дальше, о, пиджак, не, ну это я тоже кастомизирую, наверное в этом виде буду здесь в игре тусоваться, а черный пиджак, хотя знаешь в этом что-то есть. Жалко, что рубашка не кастомизируется, а че, мне нравится, в корзину, под это у нас идут пижамные брюки, не буду их кастомизировать, и кеды. Не, кеды я кастомизирую, кеды мне нравятся как обувь, но только, а, ну, ну, в принципе вот как-то так, что-то мы черный поставили, он везде ставит черный. Меховая шапка. Блин, это знаете, как, типа, что-то марокканского, ближневосточного, такой, френч, не-не-не, такой не надо, френч. О, я китайский лидер, да, пойдет. Спортивные трусы, м-м-м, и сапоги. Блин, вверх такой, блин, вообще костюм, как будто, я не знаю, работаешь в стрип-клубе, по вечерам подрабатываешь, танцуешь там тут, тут, тут и в таком виде. Типа, жесть, берет, летняя рубашка, брюки-клещи, вау, ля какой, и сандалии, 4,48, деньги улетают только так, очки, ой, я ученый, типа, я сайентист. Спортивная кофта, кофта, типа, гопник, и вообще, это как тот мем был, помните, с изображенным очкариком, вот что-то типа этого, узкие брюки в клетку, так выглядят, оказывается, нифига себе, не похоже. Ботиночки, солнцезащитные очки, джемпер, джинсы, о, классические туфли. Классические туфли я тоже кастомизирую, там дома можно это переодеть, ну пусть будут так, да. Это у нас, что, джинсы, джинсы, да, а, окей, берем. Стильные очки, вау, я стильный теперь. Футболочка, ох, ё-моё, я сейчас с животом задрано. Классические брюки, о, классические брюки я тоже кастомизирую, потому что под костюм, наверное, слишком все черным получится. Ну и кроссовки. Маска роликин, опа, ходить на какие-то тайные мероприятия, чтобы никто не узнал твоего лица. Свитер и черты, ну обувь у нас сейчас куплю, это жесть. У нас даже денег хватает. Маска венецианский нос. Кимоно мы покупали как-то раз, а вот театральный костюм мы не покупали, ох, ё-моё, я Шекспир. Бедный Йорик. Маска медвей. Шекспир в костюме, ну а чё, идеально. Маска зубастый хоккеист. Самое забавное, что в таком виде мы работаем в банке. В такой маске, а чё, приходят грабители, всё, мы грабим. А ты такой, а я свой, меня не трогайте. А, ну ладно, окей. Маска череп. Маска чёртик. Пиратская повестка на глаз. О, а чё, прикольно смотрится. И маска, тут он хамон. Ну, если ничего не попало, мы всё скупили, нам сейчас должны дробнуть ачивку. Я не знаю, мне не даётся это достижение. Походу, либо какой-то игровой баг, либо потом можно что-то ещё будет купить. Вот она, за примерку всех приметов одежды. Может быть, украшение, которое потом откроется, тоже засчитается. Я не знаю. Ну, я, кстати, видел комментарии, люди писали, что кто-то там тоже не мог эту ачивку сделать в игре, когда ещё, прежде чем искать, ну, прежде чем записывать саму игру, я это искал, смотрел. А костюмчик у нас будет вот такой, довольно консервативный. Давайте коту купим ещё собачонку. Такие звуки странные. Издаётся за 500, 30 радостей и 2 бонуса отдыха. О, я даже её красить не буду, меня вполне устраивает. В коллекцию давайте также купим морскую звезду. 6 бонус отдыха, 1300 стоит. Ну, чё она такая чёрная? А можно у неё цвета Патрика, пожалуйста? Я хочу Патрик. Нет, это Патрик. Наверное, вручную его подбирать только. Ну, я не знаю. Вот как-то так, наверное. А, не-не-не, вот, купить. Видим, в доме появились наши новые питомцы. Кстати, о кашах... А, вот он, кашах, он сливается только. И я просто один раз покажу, как эта итерация срабатывает. Спадает вот так вот. Прикольно вот эта полоска бустится. И у нас почти нет усталости. Но всё равно вот это вот ожидание в конце я, когда монтирую, я это вырезаю. Не записываю, потому что он видит, сколько времени мы ждём, пока оно пройдёт, пройдёт. Ой, оно проходит. За 3000 можно купить енота. Плюс 10 бонус отдыха, это очень прикольно. Ещё одно новое питомец. А вот мне интересно, если мы покупаем нового кота, то старый как бы пропадает, он заменяется, по сути дела. Ух, ё-моё, что это за рассветка? Давайте классику. Во, прекрасно. Выпало достижение. За получение 10 наград, это имеется в виду 10 достижений. И за покупку 5 питомцев у нас награда. Да, кошак у нас заменился. Вы видели, тут енот проскакивает. Он теперь прыгает по всем частям экрана, типа вот такие эффекты даёт. Опа, я енотик, я здесь. Полный набор животных. Ну раз такое дело, давайте купим самого дорогого питомца, кошака. Причём покупать предыдущего надо заново, как будто мы его продали. Я просто покажу, можете на паузе почитать, какие эффекты даёт. Мы берём самого крутого. Плюс 10 бонус отдыха и плюс 70 радости. О, какой прикольный котяра. А если тебе не будет смотреться? Ну а чё? О, нормальная классика. Новая покупочка. Теперь нам стало время купить самого дорогого собакена. Тоже можете посмотреть, какие тут ещё предлагаются. Причём тут бонус. По факту это 2 собакена у нас. Коллекция целой 75 радости, 10 отдыха. Блин. Там, кстати, цвета как-то у них отъезжают странно. Ух, что-то такое. Ух. Не, ну классическая рассветка. А чё мне нравится? Ну, по сути дела, семейная пара. Кобели и сами понимаете кто. Просто обратите внимание, только день начался, полоска практически не просела. Если мы купим ещё самого элитного питомца, последнего, то это будет праздник. Тут у нас выбор нестандартный, но рыбка это рыбка. Хамелеон тут можно взять за 200, 50, 10. И черепашку 80 и 10. Ну, по сути дела, разница в 50 баксов за разовый бонус. Но я возьму всё-таки черепашку. Та-та-та-та-та, вэт-туртл. Всё у нас самые крутые домашние питомцы. Поскольку денег и времени у нас достаточно, давайте пройдём все курсы в колледже. Какие сможем? Курсы живописи. 200 шарма, 5 занятий. Проходится очень быстро. Педагогический курс. Инструктор по плаванию, эксперты. Книгу по психологии. Учить плавать, что ли, будем? Всё, курс завершён. Курсы видеомонтажа. Но это как раз для нас, как для ютуберов, самое то. Видеокамеры, 2 билета в кино. 100 интеллекта. 14 занятий. Офигеть. Это долго проходить. А теперь такая просадочка из-за уставшисти, накопившейся из-за маленького настроения. Потому что мы типа заняты, всем были. Это утомляет. Курсы видеомонтажа мы завершаем. Дальше идут бухгалтерские курсы. Компьютер и диск софтом у нас должен быть. 1С бухгалтерию купить. Ну типа, бухгалтерские курсы окончены. Дальше настало время курса трейдера пройти. Надо иметь компьютер. А что, софт здесь почему-то не нужен? Как-то нелогично. Торговые терминалы, все дела. Ну ладно. И мы вот тоже проходим. Ура, мы трейдеры ходим где-то. Курсы мореходства. Просто иметь компас в наличии. Всего несколько занятий. Мореходство освоено. Дальше идет электротехника. Иметь микроскоп. 150 опыта дает. Изи. И курсы океановедения. Иметь карту местности. 5 занятий. Океановедение пройдено. Дальше. Но это пока не можем. Самолет надо купить. Курсы художественной фотографии. Иметь фотоаппарат. Небольшой короткий курс освоен. Вот это все у нас уже подделано. Курсы автомеханика. Набор инструментов. 4 занятия. Еще 2 курса остается. У нас денег не хватает. Надо идти осваивать новые профессии. Можем стать художником в галерее за 30 баксов. Курсы живописи. Уличный художник. Эксперт. Сразу погнали осваивать. Как раз в галерее мы там вроде как все выставки посетили. Если я ничего не путаю. Да. Выставку живописи по-моему у нас не была. Я не уверен. Теперь точно была. Ну и работать. Это кстати задание. О, мы эксперт. Выполнена вкладочка кино. Дальше будем работать ассистентом в колледже. 5 завершенных курсов любых в колледже. Его 533 оплата. Очень удобно. Сразу идем. Отрабатываем. Становимся профессионалом. Получили бонус к зарплате. Денежки тоже накопились. И завершаем оставшиеся курсы. Курсы кройки и шитья. Надо иметь швейную машинку. 5 занятий. Недолго. И курсы плетения и вязания. Набор для вязания. Тоже 5 занятий. И курсы окончены. Все что мы могли сделать сейчас мы сделали. Появились новые профессии. Кстати довольно неплохие. Но давайте идти по порядку от самого низа к самому верху. Ветеринар у нас профессия. 45 баксов. Очень хороший доход. Акваланг. Ветеринарный курс. Дрессировщик. Эксперт. Интеллекта 400. Опыта 500. Требования очень жесткие как мы видим. А. У нас еще нет этого места. Не открыто. Ладно. Окей. Тогда автомеханик. Курс автомеханика. Опыт 500. Зарплата такая же. Настало время поработать автомехаником. Очень быстро мы не успели дойти. А теперь мы точно стали экспертами. Настало время для очень веселой работы. Акробатом в цирке. Батут и шарм 200. Я думаю кстати имеет смысл сейчас все задания. Блин. Очень смешное место эти звуки. Посетить все курсы какие тут есть. Не знаю есть ли это ачивка или нет. Силовые жонглеры. Комическая иллюзия. Танцы под куполом. Веселые холохопы. Акробатическая пара. Дрессированные животные. Воздушные гимнасты. Резиновый человек. Что бы это не значило. Ладно. Теперь можно и поработать. Курс актерского мастерства. Нас требовал посещения двух разных итераций активностей в цирке. Плюс театральный костюм. Ну давайте пройдем шарм плюс 300. Это неплохо. Занятий не так уж много. Дропнулось достижение. За получение одного навыка. Я так понимаю под навыком здесь имеется ввиду либо интеллект, то опыт шарма. Ну вот видите шармы освоили. Осталось теперь опыт интеллект подтянуть. Ура. Мы эксперты акробаты. Актер второго плана. Это пожалуй самая высокооплачиваемая доступная на данный момент профессия у нас открылась. Инструктор парашютного спорта. Парашют, опыт 300, интеллект 500. Недоступно. Зато есть преподаватели в колледже. 47 баксов. Педагогические курсы. Стенску в колледже. Эксперт. Теперь мы эксперты преподаватели. Следующая профессия у нас будет какая? Портной. О, тоже из сюжетных заданий. Курс кройки шитья. Курс вывязания и плетения. Опыт 800. И посмотрим, как она сейчас будет идти. Работа. Сколько за нее будет выходить. Идет нормально. Ну, 58 баксов. Если вы эксперт. Мода пройдена. Остается бизнес наука. Какая же у нас будет интересна следующая профессия? О, биржевой трейдер. А, нас не возьмут сейчас. Да, здания недоступны. Я понял. Водительский курс, кстати, бы надо пройти. А, ну то есть практически ничего не осталось. Фотограф. Курсов в художественной фотографии. Помощник фотографа и эксперт. 58 баксов. Очень здорово. Накапливаются. Я смотрю, они его по опыту плюс-минус одинаково. По времени. Ну да. Хе-хе, мы эксперт. 69 баксов зарплата. Найс. Поскольку деньги копятся, надо их грамотно инвестировать. Я подумал, а не купить ли нам машину? Я не буду покупать вот это все. Мопед, Segway, мопед со стеклом. Мотоцикл можете почитать на паузе. Что оно дает. Я сразу куплю миникар. Тут есть ачивка. Прямо именно скупить все автомобили. Поэтому. Миникар. 35 радост, 50 скорость. На 10 быстрее мы будем ездить. Блин. Слушайте. А есть расцветка машины мистера Бина? Я бы себе такую. О. Хе-хе-хе. Машина мистера Бина. Прекрасно. Купить. Хе-хе-хе. Ну давайте сразу заценим, как мы на ней быстро будем ездить. Уэ-э. О. У нас тут путешествия кругосветные. Плюс можно. А что? Прикольно. Деньги есть. Кругосветное путешествие 130 баксов. Что будет? Отправиться. Опа. Не так-то много времени заняло. Но мы его посетили. Найс. Теперь едем на работу. Чуть-чуть быстрее ездим, но не особо быстро. Глава кредитного отдела. 63 бакса. Курс кредитного эксперта. Кассир в банке. Эксперт. Слушайте. Это ж здорово. У нас еще курсы вождения откроются, кстати. Потому что у нас машина есть. 75 баксов при эксперте. Офигенно. Ну давайте на курсы запишемся. Если успеем, пройдем. Да. 65 баксов всего. Надо иметь любой автомобиль. А то мы едем, а водить как бы не можем. Завершаем курсы. Блин. А до этого мы как-то ездили без автомобиля, получается. Ну то есть ездили, а водить не умеем, да? Удалье работа открылась. Тренер. Продается автомобилей. Оу май. Сколько мне всего понаоткрывали. Слушайте. Ну давайте продавцом автомобилей. Водительские курсы. Шарм 400. Если это карьера бизнеса у нас идет. Освоили налегке. 62 при эксперте получаем. Мы, кстати, не посещали аквапарк. Давайте тоже все его занятия поделаем. Это аквапарк. Одно из самых веселых мест в городе. Хотите улучшить настроение? Отправьте персонажа на водяные горки. Ух, сколько тут всяких этих. Акваэробика. Плавание. Водное поло. Отдых у бассейна. Экстремальные горки. Цунами. Сегодня вообще проснулись целой полоской. Мастер-бластер. Мультислайд. Космический вихрь. Змейка. Вираж. Голубой залив, чтобы это не сдачило. Все пройдено. Директор автосалона у нас открылась работа. Офигеть. Ну вообще, если по плану идти, у нас как раз таки директор автосалона и выходит. Продается автомобиль Эксперт. Шарм 500. Раз уж мы решились пофаниться, давайте пройдем все, посмотрим все фильмы в кино. По старому мы смотрели пародию на второму. Вечеринка домашних животных. Ну хорошо, что хоть не кладбище домашних животных, да? Суперакула. Челюсти. Зомби из телевизора. Любовь к негодяю. Не так много фильмов. Все, мы эксперты, директоры автосалона. Звучит это гордо и элитно. А следующая профессия у нас будет актер второго плана. Курс актерского мастерства. Маска зомби. Шарм 1000. Блин. Ну можно сказать, мы уже тут добились всего в жизни. Деньги у нас есть, работа у нас прекрасная. Мы эксперты, актеры второго плана. 7,6 баксов, заработная плата. Мы можем купить себе еще одну такую тачку, но смысла это не имеет. Актер первого плана. Мы открыли работу Аума. И мы открыли предпоследнюю оплачиваемую работу. А, последняя, самая элитная, откроется у нас только, когда мы станем эксперт. Офигеть. Слушайте, я просто в шоке. Звезда в шоке, в прямом смысле слова. Ну давайте тренером поработаем. В завершении всех спортивных курсов. Тысяча опыта. Не так много платит, но пройти ее надо. Фух. Слушайте, я думаю, наверное, нам пора уже сюжетку двигать. А то мы тут имеем столько деньжат и без денег как-то это не такое. О, 70... Сколько там? 81 бакс. У нас выходит заработная плата. Ну дальше у нас открывается, так понимаю, остались по профессиям. Но я их предлагаю сейчас не трогать, потому что там не забегать вперед. Там должна быть как бы следующая ступенька открыться. Теперь давайте останемся на самой высокооплачиваемой работе, какая у нас только есть. А, ну в принципе это и есть тренер. Предлагаю посетить туры. Королевский круиз. И тропический круиз. Ладно, давайте двигаться по сюжету. Театральное образование это получим. Готово. У нас есть высшее образование. И следующее у нас Джесси. Ух, нифига себе. Emma Girl. Приветик, меня зовут Джесси. Я безумный шопоголик. Понимаю это, но не могу ничего с собой поделать. Цепенею, когда вижу новые юбочки и туфельки. Предлагаю отправиться в бутик и потратить кучу денег. Потрать на одежду больше 300 записаться на курсы йоги. Ну как бы у нас это и так сделано. Та-дам! Та-дам! Изи победа. У нас костюмчик тоже, кстати, на фоне выглядит прикольно. Кэти, медсестра. Привет, я Кэти. Люблю жить красиво. У тебя есть средства на достойное жилье? Две в ванных комнаты нужно как минимум. Я собираюсь переезжать в пентхаус. Вот только возьму кредит. Купить квартиру в пентхаусе и купить енота. Так, ну енота у нас есть. Пентхауса у нас нет. О, открылись новые эти, аэроклуб. Я только не понял, как можно получить лодку резиновую? Для вот этих штук требуется резиновая лодка. Это, наверное, вот здесь покупается, оно еще закрыто. Так, сладно. Ну, давайте посмотрим, сколько, во-первых, оно стоит. Это жилье. Тысяча пятьсот. Да! Мы живем теперь в новом месте. Мы победители! И у нас тут еще Пьер. Оу, такой типичный француз. Жалко, что тут не лягушичьи лапки. А это что, маленькие тут тараканчики ползают? Или складки на одежде? Бонжур! Ёпта. Меня зовут Пьер. Нравится работать за гроши и есть черный хлеб? Я так жить не намерен, а потому собираюсь искать хорошую работу. Буду кулинарным стилистом. И еще, как повар со стажем, советую вам купить холодильник и готовить дома. Вы не думали завести себе енота? Он такой стильный и умеет стирать. Хотя енот у нас к предыдущей был отнесен. Холодильник и получить работу закладывание ниже 46. Ну, Пьер. Слушай, ничего не хочу сказать, но я тебя тоже победил. Уделал. Келли. Здравствуйте, я Келли. Слышали последнюю новость? Из сырка убежал слон, и никто не может его поймать? Я просто обязан что-нибудь сделать. Вы что, так и будете просто смотреть? Купить самую быструю маш... Что-то быстро. Окончить курсы дрессировщика. Ну, дрессировщика мы окончили. Купить самую быструю машину, это... Это сильно. Так. О, у нас появилась вторая ступенька во всех карьерах. Мы можем их завершить. Так. Кто тут у нас? Федор Родина. Ну, это уже прикалываются разработчики игры. Русские все-таки. Я решил... Я режиссер, мастер арт трэша. Снял известный блокбастер Сталин vs. Собис. Это не на Михалкову пародию, слушайте. Мне как раз нужен новый актер на главную роль для съемок моего нового блокбастера. Ленин vs. Пандос возьмешься. Ой. Ладно. Ждем тогда выпуск Мао Цзэдун против... Против игры в кальмар. Ровая профессия. Быть актером это круто. В городе открыта вакансия на должность актера первого плана. Это то, что я хотел как раз таки. Да? Да. А, тут три ступени в силу в каждом. Ладно. Я почему думал, что пять. Кэрри Мэй. Я гений сетевого маркетинга. Посвятил этому своему жизнь. Моя цель вершина золотой пирамиды. Прилагайте должность директора банка. О, вот это круто. Вакансия на должность директора банка. Это именно то, что вам нужно. Ну, слушайте, не поспоришь. Стивен Гонзалес. Я абсолютно чемпион Западной Америки в гонках на газонокосилках. Слышал, в аэроклубе ищут летчика-испытателя. Советайте обратить внимание на эту работу. Мечтали быть пилотом? В городе открытого вакансия летчика-испытателя. Попробуйте свои силы. Моя гордость. Гламурная амуниция для борцов с умо. Мне очень нужна новая фотомодель для работы в новом провокационном шоу. Нравится мое предложение? Блин. Не хочешь стать моделью? Мне кажется, эта работа именно для тебя. Шелли Купер. Ну, хоть не Шелдон Купер. Хотя явно отсылка. Взяли, наверное, женского персонажа из Теории Большого Взрыва и Купер подписали. Ну, да, игра слов тут сильная. Я изобрела звездоход, который должен двигаться по поверхности звезд и брать в пробы грунта. В моем университете освобождается должность ректора, и у вас есть и шансы получить ее. На должность ректора университета могли бы откликнуться на нее. Офигеть. Слушайте, а дайте посмотрим, у нас тут такой прогресс. Типа, половину игры мы уже прошли. Так, этого мы читали. Джесси. Личная информация. Эмма. Слушай, а я так не догадался с Павидом. Я разлюблю себя только тогда, когда немой скажет глухому, что слепой видел, как без ноги ходил по воздуху. Ну, ладно, окей. Кэти, врач. А вы сделали прививки? Чистите зубы правильно? Я готова прийти на помощь всегда и везде, даже по праздникам и выходным. И клятва Гиппократа это святое. Ну, она участвует в этих ролевушках в форме медсестры или нет? Это тоже учитывается. Люблю живую природу. У меня дома много котов и декоративных растений. Пьер, повар. Я, француз, но приехал сюда из Италии. Люблю молекулярную кухню и необычные вкусовые сочетания. Вы пробовали мороженое из чеснока? Бламандже с папайей? Стремитесь жить в свое удовольствие и чувствовать радость от каждого мгновения. Люблю последний лов, музыку, лаунж и фильмы с молодым Чарли Чаплином. Ммм. Ммм. Интересное сочетание. Так, ну давайте первого плана, говорите, там у нас. Актер первого плана. Я это с удовольствием. Это хорошие деньги, а деньги нам сейчас нужны, чтобы купить самую дорогую тачку. Блин, тут такие деньги с этого будут сыпаться. Еще минус 5 отнимает, а не минус 10. Эксперт! 216 мы получаем. И мы выполнили вот эту ступенечку. Блин. О май, я ж миллионер теперь буду. Я золочусь. Эхе-хей. Столько денег. 7800 мы заработали. Я хочу в банк положить деньги на счет. А, тут такие цифры. 50000. Ну ладно, давайте положим 5000. 0,80 день. Для чего это надо? О, 42,5. Там есть ачивка, по-моему, 500 получить склада. Пусть пока потихоньку капает. Драпанули нам ачивочку за то, что заработал 10 тысяч. Жить красиво не запретишь. Мы покупаем ретрокар. Он чуть-чуть быстрее, но как бы ее надо приобрести по всем понятиям. Слушайте. А чисто черную можно? И тут оно как-то, конечно, будет так смотреться. А ладно, чего мучиться? Это тачка проходная в любом случае. Ох, ё-моё. О май, а чё, мне нравится. Ну и раз уж мы занимаемся автомобилями, спорткар тут не самый быстрый, на удивление. Дешевле его суперкар, но он быстрее. Купим минивэн последний такой, мягко говоря, отстойный автомобиль. Деньги тоже на это есть. Он будет побыстрее немножечко. О, даже медсвету стоит, в принципе. Ну и на этом я предлагаю сегодня закончить. У нас очень большой прогресс. Мы себе и кучу профессий освоили все. Курсы практически в колледже. Заработали, поделали всякие дела, скупили много чего. Живем в новом жилье. Прогресс по игре очень большой. Может быть, даже еще пару серий и мы закончим. Поэтому, если еще это не сделали, обязательно подпишитесь на канал. Поставьте лайк, включите все уведомления. Не забудьте забомбить комментарий под этим видео. Увидимся с вами в следующих видео. Наши с вами в старом добром консервативном канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok